2015 год стал складанным не только для экономики Гомельщины, а и всей Украины. Поширать рынки сбыту товаров, снижать себе кошт вырабляемой продукции, створать новые рабочие места, помогшимости отмавляться от притягнения замежных кредитных сроков, а также повышать эффективность работы предприятий и при необходимости модернизовать их с притягнением промых замежных инвестиций. Такие шляхи умоцывания экономики региона огучены на посаджение облавы канкама. Что тычется экспорту, то селета тенденция минулого года по скорочении продажи товаров у Россию протягнется. Летость объем поставок туда снизился с 90 до 60 процентов. Ослаблять залежность от соседней краины и одночасово шукать новые рынки сбыту будет экономично выгодно, бо вагании курса российского рубля отмовано отбиваются на стане экономики Гомельской в области и Беларуси в целом. Пока, к сожалению, с учетом тех процессов, которые идут с российским рублем, отрицательное влияние на наш экспорт мы имеем. Поэтому самое главное – завоевание и открытие новых рынков, для того, чтобы наш экспорт в зависимости от российского рынка была снижена. Специалисты сгаджаются – этот год будет больше тяжким, чем минулый. Проблемы могут возникнуть у кожной галине. Жорстко притримливаться доведенных показчиков и не допускать навод минимального их отхиления. Задача складана и потребует детального анализу працы кожного предприемства и организации. По-перше, это тычется необдуманного притягнения у вытворчасть кредитов замежных банков. Это повышает себе кошт продукции, а тому негативно отбивается на ее конкурентоздольности. Выработать и не продать в сегодняшних экономических умовах недопущально. Поэтому нужно сподеваться не на замежные кредиты, а шукать инвесторов. До речи, что тычется бы иных инвестпроектов, то завершение реализации некоторых из них становше поуплывая на экономику не только нашей области, а и все Беларуси. Это и ЦКК Светлогорская, это и Добрышская фабрика Героя Труда, это и почти 9 проектов на Беларусском металлургическом заводе. Сейчас будут реализовываться еще проекты на нашем нефтеперерабатывающем заводе. То есть мы надеемся и уверены, собственно говоря, что вот эти проекты, которые будут на крупных предприятиях реализованы, они дадут прибавку нам в промышленной зоне. Дарыши ситуацию изнутри, да помогают вывучать организованное по распоряджению президента регулярное сустречу в прационных коллективах. Специалисты нагадывают, что за экономикой Беларуси стоят звычайные люди, да помогши вырешить их проблемы, расслумашить незразумелые для их пытаний, вельми важно. А как бы информационная работа проводилась эффективно и досконало, великая роль у Беларуси отводится идейности сродков массовой информации. Одно из просто колоссальных вообще значений в информационном пространстве занимают, конечно, средства массовой информации. Сегодня телевидение. Не будем говорить о том, что печатные издания теряют свою актуальность. Ну и, конечно, интернет-ресурсы, конечно, социальные сети, потому что там особенно наша молодежь не только черпает, так скажем, информацию, но и высказывает свое мнение. И опять-таки можно посмотреть, как говорят, градус накаливания наших людей. Поэтому, конечно, сегодня очень важно то, чтобы информация была донесена до каждого человека и до трудовых коллективов актуальной, честной и, конечно же, важной. Марина Северьянова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания Гомель.